МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика». С основными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Будьте здоровы! В республике продолжается вакцинация. Экономический ликбез в Чувашии начались дни финансовой грамотности. Танцуют все национальные телевидения и столичная студия танца «Джем» приглашают на кастинг. Будем здоровы! Ход прививочной кампании обсудили на еженедельном совещании главы Чувашии и правительства республики. Кроме того, говорили о ремонте и содержании дорог, о проблемах отопительного сезона и поддержке образовательных учреждений. Обо всем по порядку в нашем сюжете. С каждым годом в Чувашии становится больше школ, которые входят в рейтинг лучших по стране. Педагоги предлагают поддержать общеобразовательные учреждения, которые добиваются высоких результатов. Глава республики с ними полностью согласился. И поручил Минфину совместно с муниципалитетами при уточнении бюджета предусмотреть 16 миллионов рублей. По миллиону каждой школе списка лучших. Они поднимают деловой климат Чувашской республики. Доверие к образовательным процессам на территории Чувашской республики. Вот это очень важно. Все больше и больше школ от регионов Российской Федерации участвуют, чтобы мы не отстали. Одно дело добиться, да, а потом держать этот уровень очень сложно в этой конкурентосреде. Иначе мы можем отстать. На совещании обсудили освоение средств Дорожного фонда Чувашской республики. В этом году его объем составляет 4 миллиарда 235 миллионов рублей. Освоение средств в зависимости от направления от 36% на обеспечение дорожной деятельности до почти 70% на ремонт дворовых территорий. Руководитель Минтранса Михаил Резников отметил одно из проблемных направлений – ремонт мостов. Но и здесь есть подвижки. Конечно, мы сразу все мосты не сможем поставить на капитальные ремонты и ремонты. Но, тем не менее, Ядринский мост мы завершаем. В октябре мы откроем все-таки движение второй полосы. Порецкий мост мы уже готовим конкурсную документацию на капитальный ремонт этого моста. И думаю, что в ближайшее время он будет отремонтирован. Михаил Резников сообщил, что все контракты, заключенные с Чуваш-Автодором и Упородору-Волга, аннулированы. До 1 ноября определятся новые подрядчики. И работы будут вестись активнее. Завершился первый этап вакцинации против гриппа. По сообщению Минздрава Чуваши, к этому дню привиты половина запланированных – дети, беременные женщины, призывники и другие группы. Активная работа по иммунизации против гриппа с охватом более 22%. Практически во многих населенных пунктах, во всех районах выполнено. Отстают, если можно так сказать, отстают некоторые районы, город Чебоксары. Но мы считаем, что это не критическое отставание. То есть в целом пока вакцинация идет нормально. О начале отопительного сезона читался Минстрой. В настоящее время к теплу подключены 99% всех многоквартирных домов. Ситуацию восставшихся необходимо держать под постоянным контролем. Распорядился глава Чуваши. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Дальнейшее взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти обсудили сегодня на совещании в Доме правительства. Глава Чуваши встретился с президиумом госсовета и руководителями депутатских фракций. Напомним, что в составе регионального парламента 44 народных избранника. Какие приоритеты стоят перед ними, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Между депутатами и членами регионального правительства должен быть налажен конструктивный диалог. Руководитель госсовета республики отмечает, при принятии законов будут прислушиваться к мнению всех народных избранников, несмотря на их партийную принадлежность. Давайте в свои позиции обсуждайте в комитетах, в рабочих комитетах. Сессия должна быть, конечно, она более рабочим органом. То есть мы должны выходить уже готовыми, согласованными со всеми политическими фракциями уже документ и более эффективно работать во время проведения сессии. На нас смотрит вся республика. Сессия депутатов шестого созыва состоялась, свою работу начали и парламентские комитеты. Фракции госсовета уже разработали первые законопроекты. Наша фракция уже подала законопроекты в канцелярию государственного совета. Допустим, закон о садоводах и огородниках вполне можно было бы обсудить. И с различными поправками его можно было бы принять уже на нашем уровне. Хотелось бы, чтобы побыстрее кончился организационный период. Наказы избирателей, учитывая возможности, прежде всего, финансовые возможности республики на текущий период. В следующий год наказы должны выполняться. Чтобы выполняли свои сейчас сказанные обещания, прислушиваться ко всем фракциям и плодотворно работать. Глава республики отметил, что принимая законы, депутаты должны опираться на интересы жителей. Мы всегда готовы встречаться на разных площадках, несмотря на разные политические взгляды, для того, чтобы выслушать все стороны. Всегда готовы двигаться на те результаты, в конечном счете, для того, чтобы заниматься вопросами повышения качества жизни. В приоритете работа над трехлетним бюджетом. Мы должны средства предусмотреть, прежде всего, по тем государственным программам, которые у нас утверждаются. Это с одной стороны. С другой стороны, федеральный центр тоже правила игры меняет по нормативным правилам и документам правилов. Поэтому отдельные решения, которые будут приниматься уже в течение первого полугодия 2017 года, мы обязаны будем дополнительные средства даже предусматривать. Народные избранники войдут в составы коллегии, рабочих комиссий и наблюдательных советов. Обновление у вас все равно большое произошло. Именно депутаты, кто работает на освобожденной основе, соответственно, в ближайшее время я прошу внести эти предложения. Соответственно, уже коллеги потом будут отлаживать работу по министерству. Очередная сессия Госсовета Республики состоится 20 октября. Ее повестка уже формируется. Сегодня глава Чувашии встретился с ректором Российской медицинской академии после дипломного образования, заведующей кафедрой афтермологии Людмилы Машетовой. Они обсудили возможности повышения квалификации специалистов из Чувашии. На встрече глава Чувашии Михаил Игнатьев и академик Людмила Машетова обсудили опыт оказания неотложной афтермологической помощи. Травмы глаза бывают разные. Людмила Машетова постоянно внедряет в клиническую практику новые технологии. Своим опытом афтермолог делится и с региональными специалистами. Знакомы хорошо с институтом совершенствования врачей. Институт знают хорошо в Израиле. Очень активный ректор. Такой человек преданный своему делу, по-моему, стремящийся к тому, чтобы все, что можно организовать у себя, сделали. Я государственный такой чиновник, поэтому я за то, что была жесткая привязка все-таки к системе государственной подготовки. Потому что медицина, так же как военная служба, как авиация, транспорт – это особая статья. И вот там мы должны быть предельно честными и предельно мультуральными в подготовке кадров. Около 10 тысяч учителей трудятся в системе общего образования Чувашии. Свой профессиональный праздник они провели в сценах любимых школ. А поздравления главы республики, лучшие из лучших своей профессии, получали в субботу в Чебоксарском дворце культуры тракторостроителей. Как сварить вкусный суп и сделать выкройку для юбки? Семиклассницы Янтиковской школы знают на зубок. Свою учительницу технологии Светлану Захарову будущие хозяйки очень любят. А недавние выпускницы приходят в родную школу, чтобы сказать спасибо за бесценные знания в области домоводства. В своей школе я работаю 30-й год. Я очень люблю свою родную школу. Мне очень нравятся наши дети. У нас очень хороший коллектив. Это такая вот дружная сплоченная команда профессионалов. И я горжусь, что я в этой школе работаю. Я готовлю наших девочек к будущей жизни. Стать хорошими хозяйками, стать хорошими женами. Женами. Вообще, женщиной с большой буквы. За свой труд Светлана Захарова и три ее коллеги по цеху награждены початным званием заслуженный учитель Чувашской республики. Сила наша в вас, уважаемые учителя. Потому что вы, как мастера своего дела, как профессионалы, выполняете всю свою работу очень ответственно. Вкладываете свою душу и частичку своего сердечка. Мы со стороны органов власти, конечно, будем создавать все благоприятные условия для того, чтобы вы чувствовали внимание государства. Высокий профессионализм учителей республики подтверждает и признание на федеральном уровне. В этом году 16 школ Чувашии вошли в топ лучших школ России. 8 из них в топе 200 лучших сельских школ страны. Это результат слаженной работы команды учителей, родителей и самих школьников, отметил руководитель региона. Дарина Игнатьева, Дина Кустова, Андрей Спиридонов. Республика. Встречайте. Работники сельского хозяйства отметили свой профессиональный праздник. В этот же день завершила свою работу российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2016». Всего в форуме приняло участие более 2,5 тысяч участников из 63 регионов России. Официальная делегация Чувашской республики приняла участие во всех основных мероприятиях деловой программы, в том числе в агробизнес-форуме «Факторы устойчивого роста» и глобальной конкурентоспособности «Вчера, сегодня, завтра». По традиции в рамках выставки состоялись ведомственные конкурсы. Сельхозтоваропроизводители из Чувашии представили на суд жюри более 50 различных изделий. По итогам дегустации предприятиям Чувашии присуждена 51 медаль – 24 золотых, 19 серебряных, 8 бронзовых и 2 благодарности за выпуск качественной продукции. Неделя финансовой грамотности в регионах России стартовала сегодня в Чувашии. С 10 по 13 октября на разных площадках нашей республики пройдут семинары, тренинги, которые помогут жителям лучше ориентироваться в финансовой сфере. Повысить уровень благосостояния и финансовой безопасности граждан – такова главная задача недели финансовой грамотности. В Чувашии школьников ждут деловые игры и тренинги. Их учителей – новые полезные сведения о внедрении в предмет общества знания модуля «Основы финансовой грамотности». Студенты республики смогут посетить мастер-классы и молодежный форум. Для заинтересованных граждан запланированы онлайн-уроки финансовой грамотности. Вопрос о профилактике правонарушений в этноконфессиональной среде – тема более чем актуальная. Она обсуждалась на круглом столе, в котором приняли участие представители диаспор, студенты, сотрудники правоохранительных органов. В чем залог межконфессионального спокойствия узнавал наш корреспондент. В Чувашии мирно проживают представители 128 национальностей. Многие из них учатся, работают на производстве, в строительстве, в торговле, в сфере обслуживания населения. Атмосфера взаимоуважения и диалога позволяет обходиться без конфликтов. Тем не менее, без небольших инцидентов иногда не обходятся. А секрет мирного сосуществования в этноконфессиональной среде прост, говорят иностранные студенты. Мы не обижаемся на людей. А почему не обижаетесь? У нас такая. Так принято? Так принято. Но республика, как и любой другой регион России, не существует в изоляции. Меняющаяся геополитика заставляет задуматься о более действенной профилактике экстремизма и противоправной деятельности, особенно в студенческой среде. И об этом говорили все участники круглого стола. Мне бы сегодня хотелось сказать, чтобы наши ребята не попадали в такие организации, как ИГИЛ, запрещенные в Российской Федерации. Идет вербовка очень сильная. Хотелось бы объяснить им, ребятам, что есть такая организация, которая вербует, чтобы они для ознакомления с исламом приходили к нам в мечеть и более расширенно понимали, что такое ислам. Не через этих вербовщиков. Родион Архипов, Анастасия Алангина, Сергей Адушкин, Республика. Хвойные плантации в Амазонии в минувшие выходные в столичном парке «Пятисотлетие Чебоксар» горожане высадили около 150 кедров. В «Зеленые акции» присоединилась и наша съемочная группа. На дно обязательно насыпать песок. Песок 10-15 сантиметров. Подушка должна быть песчаная. Это дренаж, где будет стоять вода, где лишняя вода будет забираться. Перед высадкой кедра необходимо правильно подготовить грунт, тогда дерево быстрее приживется на открытой почве. Скоро здесь вырастет целый хвойный лес со множеством аллей – молодоженов, студентов, новорожденных. У каждого дерева будет свой собственный хранитель. В течение пяти лет нужно будет помогать саженцу окрепнуть. Мы к этому, конечно, готовы. И говорят, что кедр начинает плодоносить только через 40 лет. Мы обещаем, что будем ухаживать за этим деревом и даже возьмем под опеку другие деревья, которые не достанет такого хорошего хозяина. Причем увильнуть от садоводческих работ не удастся. Каждый кедр получает именную табличку. Мы решили сами сделать своими руками, сделать табличку и своими руками посадить. Мы делали ее всей семьей вчера вечером. К сожалению, деревья вырубают. И я считаю, что надо сажать деревья. За восемь дней акции в парке появились более двухсот молодых деревьев. В планах увеличить их количество до трехсот. Организаторы говорят, таких зеленых островков в Чебоксарах станет больше. Сейчас идут поиски новых площадок. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, адрес Передонов, Республика. Национальное телевидение Чуваши и столичная студия Танца Джем объявляют кастинг нового танцевального проекта для детей «Танцы без границ». Лучшие танцоры сойдутся в битве за главный приз. Подробнее в нашем следующем сюжете. Танец – поэма. В ней каждое движение – слово. Не согласиться с этим высказыванием невозможно. Выразить состояние души, передать всю полноту чувств в одном танце – это то, чему будут учиться участники проекта. В течение восьми недель ребята будут оттачивать свое мастерство. А проводниками в мир танца станут лучшие хореографы-чувашии. Любое искусство требует развития. Развитие – это, конечно же, участие в разных конкурсах, кастингах, баттлах. Для любого артиста, танцора это очень важно, потому что только там он открывается, там убираются все страхи, блоки, и поэтому танцор раскрывается в танце. Основная цель нашего проекта – это показать свою индивидуальность и раскрыть свои способности, а также получить новый танцевальный опыт. Принять участие в кастинге может каждый в возрасте от 8 до 14 лет. Умения и желание танцевать помогут стать лучшим в борьбе за главный приз – поездку в танцевальный лагерь «Стар Дэнс Кэмп» и звание «Лучший танцор Чуваши». Некоторые ребята уже начали подготовку. Я очень сильно переживаю и волнуюсь. Каждый день я отрабатываю движения и добавляю какие-то элементы в этот танец. Если ты активный, энергичный и любишь танцевать, оставляй заявку по номеру 21-8159 и приходи на кастинг 15 октября в 13.00. Открой себя в танцах. Изменилась ли ситуация вокруг Ветхого дома по улице Парижской коммуны в Чебоксарах, который по документам молодеет год от года? И с чем еще приходится сейчас воевать Общероссийскому народному фронту в Чувашии? Об этом сегодня Ольга Пырочкина беседовала с сопредседателями ОНФ в программе «По существу». Интервью смотрите сразу после нашего выпуска. Наши новости и программы вы можете смотреть также на нашем сайте ntrk21.ru. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин